Из Москвы в Челябинск привезли и ружья, из которых стреляли члены царской семьи. Хранятся экспонаты в музеях столичного Кремля. Но ближайшие три месяца проведут в историческом музее Южного Урала. Первым оружие 17-18 веков увидел мой коллега Артур Ишпулатов. На выставке и собрании музеев московского Кремля челябинцы увидят экспонаты, которые отражают разные виды царской и императорской охоты в 17-18 веках. Это и рогатина, короткое охотничье копье, с которым царь Михаил Федорович ходил на медвежью потеху и садак. Комплект из лука и стрел, их царь Александр Михайлович брал на соколиную охоту. Особое место в экспозиции занимает огнестрельное оружие. Из Москвы в Челябинск даже привезли ружье, с которым Екатерина II ходила на охоту. На выставке вообще два. Одно ружье и одно винтовка Екатерины II. У одного мастера, шведа, Иоганна Греки. И оно выполнено в принципе в таком французском стиле. Вороненый ствол, на нем золочение, резьба роскошная и вензель Екатерины. Всего на выставке больше 120 экспонатов. Их пока монтируют. Вообще музеи Московского Кремля приезжают в Южноуральскую столицу во второй раз. Впервые свои экспонаты они показали в 2006 году. Тогда челябинцы видели сокровища Кремля. Это и доспехи, посуда, церковное одеяние, ювелирные изделия. Ну а нынешняя выставка состоится благодаря соглашению между Московским музеем и Челябинской областью. У нас в музее состоялось подписание соглашения между генеральным директором музея Московского Кремля Еленой Юрьевной Гагариной и губернатором Челябинской области Борисом Александровичем Дубровским. Согласно этого договора в течение 7 лет, ближайших 7 лет, каждый год мы будем принимать выставку из музея Московского Кремля. Откроется выставка 19 октября. На нее даже приедет Елена Гагарина. Это директор музеев Московского Кремля и, кстати, это старшая дочь Юрия Гагарина. Выставка продлится в Лежноуральской столице до конца января. Артур Ишпулатов, Павел Головин, ОТВ.